Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете о одном из евангельских мест, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам ища покоя, почему нечистый дух выходит, как сделать, чтобы он не вернулся. Евангельское место говорит очень точно нам о том, что действительно выходит злой дух из человека, и потом возвращается через какое-то время и видит, что место, в котором он находился, то есть душа человеческая, дом, выметен, убран, но пуст, и он тогда идет, берет семь духов злейших себя, они приходят, вселяются в человека, и бывает тому последнее хуже первого. здесь Христос говорит о покаянии мнимом, и вот мы говорили с вами как-то о том, как креститься на смертном одре, да, для того, чтобы тебе простились все грехи твои за всю жизнь. Мы можем, безусловно, не мы, а Господь, очистить нашу душу от пребывающего в ней духа злого поднебесного. Святые отцы говорят, что мы все отчасти бесноватые, потому что при каждой, пусть самой даже маленькой страсти присидит какой-то бес. Мы, конечно, наполнены всей этой нечистотой. Крещение или сугубое покаяние, или осознанное, серьезное, обжигающее нас и всю нашу природу причастия святых христовых тайн очищает нас и очищает наше внутреннее пространство, потому что духи злобы поднебесной бегут от Бога. Но если мы после этого не заполняем его ничем, а человек имеет очень ограниченную структуру, мы не безграничны, мы ограничены определенным пространством и можем быть наполнены до какого-то предела. И вот об этом наполнении идет речь. Если ты пришел в храм, ничего про это не зная, исповедовался первый раз в жизни, быть может, в какой-то сложной ситуации по совету священника, причастился к святых христовых тайн, а потом пошел и продолжаешь жить так же, как ты жил, то ты оставляешь свой очищенный дом беззащитным и пустым. Если ты не заполнил его любовью, если ты не заполнил его молитвой, если ты не заполнил его богосозерцанием и богомыслием, если в твоем сердце не поселилось после очищения намерения, серьезное, выраженное в делах, из которых состоит твоя вера, в делах веры в первую очередь, намерение быть с Богом, наполнить себя Богом, то есть исполнить по сути свою христианскую функцию, потому что душа переделанная, да, что ли, в святом крещении, у нее функция одна — собирание благодати, собирание даров Духа Святаго, которые рассыпаны по всему миру, невидимые, как воздух и прекрасные. Если ты не являешься такой пчелой-собирателем этого, то жди беды, потому что, знаете, как отцы говорили, что Бог ревнив, и Господь попустит тебе не специально, не из какого-то своего там мстительности или жестокости, а попустит тебе узнать, понять вкус горечи, когда на очищенное место придет гораздо более усилившееся и окрепнувшее зло. поэтому не будем не родить о том, что мы называем своей душой, не будем праздно и самодовольно думать, что как язычники, что то, что сотворено один раз Богом, сотворено на всю оставшуюся нашу жизнь. Нет, это поле битвы, как говорил Достоевский, дьявол борется с Богом, а место битвы — сердца человеческие, и мы должны помогать Богу и быть инициаторами этой битвы и ее непосредственными и постоянными участниками битвы за нашу бессмертную душу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.